В предыдущих видео мы познакомились с работой бизнес-процесса в Bittrex24. Мы знаем, как это выглядит для пользователей, разобрались с инструментами для разработчика, дизайнером бизнес-процессов, действиями и возможностями для вычислений внутри бизнес-процесса. Давайте теперь сами сделаем небольшой, простой бизнес-процесс и посмотрим на еще ряд инструментов для разработчиков. Создадим бизнес-процесс на согласование затрат. Сотрудник компании создает заявку, в которой описывает, что для чего он хочет приобрести, товар или услугу, сумму и т.д. Руководитель согласовывает, может одобрить, может отклонить. При отклонении сотрудник должен иметь возможность доработать заявку по комментариям руководителя. Если сумма заявки больше 15 тысяч, то после того, как ее одобрит руководитель, я также согласовываю главный бухгалтер, который в свою очередь может как отклонить, так и согласовать заявку. С первым делом нам нужно выбрать объект, по которому будем запускать бизнес-процесс. В тюре можно использовать бизнес-процесс по файлам, но сильно удобнее будет сделать свой процесс в живой ленте или по списковом группе, что в принципе довольно-таки схоже. Таким образом мы сможем хранить не только файл, который можно загружать в виде счета или что-то еще, но и создавать любые нужные нам поля, в которых хранить информацию, цель трат, сумма и т.д. Создам новый процесс в живой ленте. Назву его заявки на затраты. Поставлю сортировку единичку, чтобы было легко его находить в нашем списке. Подписи оставлю все те же. Доступ пока настрою в формате всем на изменения. Пока мы разрабатываем, потом сделаем более реальный доступ под сценарий работы с этим процессом. Далее сдадим необходимые нам поля. Давайте добавим несколько. Конечно же это будет сумма. Это поле будет обязательное, как основное, собственно, к обсуждению затрат. Описание целей. Что мы покупаем и для чего. Это будет большое текстовое поле. Давайте дадим возможность выкреплять, допустим, счет на оплату. Да, если есть сразу такой у сотрудника. Это поле будет необязательное. Добавлю еще одно поле, назову его статус, который нам позволит в нашей табличке этих заявок явно отражать, что бы произошло. Был ли он одобрен или нет, или он сейчас находится на осмотрении. Типа у него будет список, и мы сможем сдать конкретно здесь значение, которое мы хотим использовать. Какой интересный элемент. Посмотрите, это поле техническое. Оно, в принципе, не нужно для заполнения сотрудникам, когда он будет создавать такую заявку. У нас есть возможность его здесь немножко спрятать. Давайте я нажму «Добавьте» и посмотрим, что у нас получилось. Вот такая форма, где мы можем заполнить нашу заявку. Вот таким образом у нас создаются здесь новые заявки. Теперь нам необходимо сделать, чтобы по ним запускался бизнес-процесс. Перейдем в раздел «Действия». Действия. Настроить бизнес-процессы. Создать последовательный бизнес-процесс. Итак, создаем новый шаблон. Пока поставлю его запуск и при добавлении, и при изменении, чтобы нам было удобнее тестировать. Остальные пока закладки не буду использовать. Посмотрим на них позже. Продолжение следует... Продолжение следует...